Всем привет! Меня зовут Эд и вы на канале Проект Магнит. Сегодня я расскажу вам историю о Дике и Рике. Об отце и сыне, которые сотворили настоящую сенсацию, сделав нечто невозможное. Они прошли около 40 иронменов, около 200 разных марафонов и внесли свои имена в историю бегового спорта. Но это не совсем про спорт, это про другое. Это про любовь, про дружбу, про мотивацию, про семью. Отец и сын. Дикий Рик. Очень непростая история. Досмотрите ее до конца, прочувствуйте все то, что... Все через что прошли наши герои. И я думаю, это будет полезно и вам. Вы подпитаетесь мотивацией, вы вдохновитесь этой историей. И я надеюсь, проведете этот день и вообще всю вашу жизнь на примере вот этих наших героев, которые не сдались, не сломались, а шли вперед, достигали, добивались, несмотря на все трудности и ограничения. Так что, приятного просмотра. И я жду ваших комментариев по поводу увиденного. Поехали. Мы много говорим и слышим о любви. Мы все хотим испытать это чувство и быть способными дарить его дорогим нам людям. Нам хочется пребывать в ощущении, что нас любят, что мы имеем для кого-то ценность. Однако сейчас речь не идет об эгоистической любви. И любви под эгидой слов «должен» или «надо». В этой истории показана любовь, которая не имеет рамок и разрушает все препятствия на своем пути. Речь пойдет об отце и сыне, о Дике и Рике. Дик Хойт и его сын стали настоящими иконами Айронмена. И сейчас вы узнаете, почему. Дик всегда был спортивным человеком. Его увлекали плавание, бег, велосипед. И он мечтал однажды начать тренировки со своим сыном. И вот мечта сбылась. УЗИ показало, что это мальчик. К счастью, Дика не было конца и края. Шли месяцы. Дик с женой с нетерпением ждали появления богатыря. Они планировали, как будут с ним играться, куда поедут на отдых, фантазировали, каким красивым и сильным он будет. И желали поскорее обнять своего малыша. И вот настает день родов. Жизнь вносит свои неисправимые коррективы. Тяжелые роды. Двойное обвитие пуповиной. Малыш долгое время оставался без кислорода. Поражение мозга. ДЦП. Но пока об этом никто не знал. Радостный Дик смотрит на своего сына в инкубаторе, который в буквальном смысле отжимался и рассказывает всем, насколько сильный у него мальчик. Отжимается с двух дней от роду. Однако врачи поспешили его огорчить. Маленький Рик поднимал свое тело руками из-за сильнейших спазмов мышц, вызванных поражением головного мозга. Дик не мог поверить в то, что услышал. Ему с женой было предложено отказаться от сына, так как он всю жизнь проведет в состоянии овоща. Недолго думая, Дик с женой забрали мальчика из больницы и стали думать, как быть дальше. Было понятно, что проблемный ребенок отнимет все свободное время и полностью поглотит их жизни. Отважные родители делали все, что в их силах. Их миссией и испытанием стал уход за Риком. С каждым годом я замечал, как мы с женой меняемся. Мой сын научил нас очень многому. С его появлением мир в буквальном смысле перевернулся с ног на голову. Да, нам было порой невыносимо сложно, и мы плакали по ночам, но на следующее утро мы с улыбкой встречали Рика. Он не должен был видеть, как нам тяжело. Не должен был чувствовать себя причиной наших слез. И нам удалось это сделать. Рик изменил нас. Раньше мы жили только для себя, а сейчас научились служить человеку. Также мы осознали, что жизнь не поддается планированию, и что лучше не иметь никаких заранее заготовленных ожиданий, чтобы потом не разочаровываться. Мы научились жить в потоке самой жизни, не убегая далеко вперед. Мы наслаждались каждой мелочью, каждой прожитой секундой, зная, что она может оказаться для Рика последней. Когда Рику было 8 лет, и для него соорудили первое кресло, а затем и велосипедное сидение, он уже мог ездить на велопрогулке с отцом и проявлять себя с еще большей активностью. Дик с женой давно заметили, что интеллект мальчика в порядке. Он все понимает, но не может сказать. «Все, что мне оставалось, это как-то мотать головой, плакать и мычать», — вспоминает Рик. «Мой бесконечный дух оказался пленником этого покалеченного тела. Мне хотелось делиться своими мыслями, чувствами, и это в буквальном смысле разрывало меня изнутри. Мои слезы, катящиеся по щеке, забирали вместе с собой все то, что я так и не смог сказать». Однако ученые из Бостонского университета в 1974 году придумали аппарат, позволяющий таким, как Рик, изъясняться. Счастью парня не было предела. И самое первое, что он написал, выглядело так. «Папа, я хочу участвовать в Айронмене». Дик с женой ждали всего, что только можно. Ждали огромной статьи, ждали слов любви и прочего, но Рик написал всего лишь одну фразу и смотрел на реакцию отца. Дик понял, что Рик сейчас больше ничего не напишет. Он медленно пошел к телефону и набрал друга. «Дэвид, тут такое дело, нужен человек, который переделает мой велосипед. Дело касается моего сына», сказал Дик своему приятелю, работающему в автомастерской. С того момента, как велосипед и коляска были готовы, Дик и Рик начали совместные тренировки, чтобы попасть на ближайший Айронмен. Задача была сверхсложной, но Дик Хойт давно уже научился принимать сложности и справляться с ними. Каждый день они с сыном бежали, плавали, преодолевали десятки километров и были самыми счастливыми людьми на Земле. Рик позже писал, что не ощущает своей инвалидности, когда бежит. «Когда папа толкает коляску, я словно сливаюсь с ним в одно целое. Я чувствую каждое его движение, каждый мускул, каплю пота. Я становлюсь нормальным человеком». Коллега Рик уходит, его место занимает чемпион. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова С 1977 года Рик и Дик успели поучаствовать в 72 марафонах и более 200 триатлонов, включая 40 айронменов. Они стали настоящей легендой в мире бега. Дуэт вместе участвовал в своем последнем бостонском марафоне в 2014 году, когда Дик Хойт ушел из бега. Ему тогда было 73 года. Брайан Лойс, друг семьи, заменил Дика Хойта в 2015 году и выступал с Риком до самой смерти Дика, который ушел 17 марта в 2021 году в возрасте 80 лет. Рик после смерти отца также завершил карьеру и ушел из спорта. Сейчас Рик живет с мамой и с наслаждением вспоминает их с отцом невероятное путешествие, ради которого стоило появиться на свет. Я надеюсь, эта история пришлась вам по душе и вам есть что сказать в комментариях. Напишите ваше мнение, потому что это очень и очень важно. Каждый ваш комментарий – это поддержка канала Проект Магнит, который испытывает непростые времена, периодически это случается, то спады, то подъемы. Сейчас мы находимся в фазе спада и ролики не набирают просмотров, но в наших с вами силах это исправить и помочь Проекту Магнит удержаться на плаву как минимум. Такое часто бывало. Мы часто с вами выкарабкивались. Раз за разом мы оказывались то на дне, но мы всегда отталкивались от дна и вдыхали чистый воздух, который наполнял наши легкие. Мы дальше делали видео, творили. Я немножко отвлекся. Мы сейчас с командой создаем студию про Вилла Тбилиси. Сейчас вы видите кадры, как мы это все делаем. Львиная доля времени просто ушла туда, поэтому фокус моего внимания сместился и пострадал канал. Но я не хочу его терять, потому что он вдохновляет, он приносит пользу людям. И в наших с вами силах, опять-таки, сохранить ему жизнь. Так что ваш лайк, он тоже необходим. Уделите пару секунд вашего времени, поставьте лайк, поделитесь где-нибудь, там, в WhatsApp, в Facebook, куда-нибудь. Просто отправьте это видео вашим друзьям, и тем самым вы поучаствуете в сохранении вот такого канала «Проект Магнит», который, я надеюсь, будет еще долгие годы радовать вас и в какой-то момент перерастет в нечто большее, о чем я всегда мечтаю. Но всему свое время, я надеюсь, это время тоже настанет. Вот такая длинная концовка, она искренняя, то, что у меня вот из души. Так что спасибо большое за внимание, за просмотр. И будьте магнитом, притягивайте в свою жизнь только самое лучшее. Подписывайтесь на канал, и увидимся в новом выпуске.